Девушки отдыхают 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 Да, следующее утверждение. Самый короткий матч по волейболу длился 15 минут в Новой Зеландии. Тогда сразу шесть игроков команды прыгнули на сетку, в результате получили травму. Ударившись друг в друга и матч установили. Похоже на правду. Я видел пару раз, как люди сталкиваются лбами на ровном месте. Самый длинный матч по волейболу состоялся в Киеве, США. Его в продолжительность состава 75 часов 30 минут. Никак не могли команды разобраться, кто больше мячей друг друга забьет. Дошло до Капашной, по итогу победителя. Принесли ворота и забили ворота. И в начале 20 века женщины, которым разрешили играть в парикон, играли в длинных платьях для верховой езды на лошадях. А на руках у них были обязательно кожаные перчатки. И только в конце 50-х годов прошлого столетия им разрешили эти перчатки снять. Им спрещалось подпрыгивать, выпрыгивать выше сетки. Выпрыгивать. Вот это вообще я бы еще раз запретил. Невозможно смотреть на это без звука. Итак, выбирайте, Игорь, правильный ответ, который вам скажет. Давайте выберем. Вы выбираете женщин? Да, которые в 20-х годах. В платье? В платье. И в перчатках. И в 4-е? Игорь, да. Вы на самом деле рабочий. Шучу. Нет, это неправда. Это не только 995. Платье 7, как город 495. Женщин вычеркиваем. Итак, что у нас остается в 19-м веке? Мяч весел 2,5 килограмма. В Орландии спрашивали игроков упор, кто хочет сразу уйти с поля. Самый короткий матч скилл. Тринадцать минут и самый длинный. Смещение. Телекатрат тебя составил. Алло, здравствуйте. Я теперь, пожалуйста, я пробую вас починить. Вот здесь, вот у нас алло, здравствуйте. Здравствуйте, молчите. Да, здравствуйте. Что вы выбираете? Что вы выбираете? В девятнадцатом веке мяч весил три с половиной килограмма. В Ирландии спрашивали, согласны ли игроки играть. Самый короткий матч длился три минут. Самый длинный матч длился семьдесят пять часов. Давайте самый короткий матч. Тринадцать минут. Не надо судить во всех пути. Тринадцать минут. Нет, 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 нет. Нет, Светлань удалось обмануть. Остаются варианты в девятнадцатом веке. Мяч весил три с половиной килограмма. В Ирландии спрашивали игроков. Еще благословляли. 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 Не играть. И самый финный матч длился семьдесят пять часов. А что, неужели бы ты не мог уйти семьдесят пять? Нет, в волейбол. А что угодно, но не в волейбол. А что ты можешь делать семьдесят пять часов? Да. Попадает в голову. Ребят, посложившиеся тропы. Шесть, пять, пять, шесть. Человек первым пришлет верный ответ, то достанет билетов на зимнюю акустиковую печаль. А я позволю тебе утверждение первое. В Ирландии по закону. Но перед волейбольным матчем раньше выходил священник. Благословлял игроков. И потом спрашивал, кто хочет покинуть поле до игры. Потому что играть нужно только по свободным пыламям. Если кого-то заставили или он играет сейчас. Перейду. Бывает что такое? Бывает что? Есть шанс от игры и уйти в поле прямо сейчас. Это первое утверждение. И второе. Самый длинный футбольный матч по волейболу состоялся в Кинстоне. Его продолжительность составляет семьдесят пять часов тридцать минут. Итак, длинный или Ирландия. Шесть, пять, пять, шесть. Ну а что, длинный Ирландия. Где логика? Логики нет. Наша реклама. К сожалению, сейчас мы не можем ответить на ваш звонок, так как вы позвонили в нерабочее время. Пожалуйста, оставьте... В Промсвязьбанке все иначе. Мы всегда на связи с предпринимателями. Переходя на обслуживание в Промсвязьбанк, вы получаете круглосуточную поддержку, открытие счета и три месяца обслуживания платно. Мы за лягкий переход. Промсвязьбанк слушает. Доброй ночи. Чем я могу вам помочь? Подробности на psbank.ru. Предложение действует до 28 февраля 2017 года. ПАО Промсвязьбанк. Вицензии ЦБ РФ-3251. Наше радио, Ультра Продакшн и НСА представляют. Главная группа русского рока. Это всё! Что? ТДТ с программой Инту Безуга. Только испранные хиты из разных альбомов на грандиозном трехчасовой конценте. Легендарный звук и любимый звук.